630 выпуск начинается с совместной работы Человека-паука и Черной Кошки в качестве напарников. Они останавливают преступников и Питер решает поговорить об их отношениях с Фелицией. Однако Кошка уверяет его, что никаких отношений нет и они просто веселятся. И такое заявление довольно сильно ранит чувство нашего героя. Затем мы видим, как доктор Коннорс встречается со своим сыном Билли под присмотром контролирующего лица. Тем не менее, Билли не выказывает особого желания общаться с отцом и Коннорса выпроваживают. Питер пытается поговорить с Мэй о своих проблемах с девушками, но тетя, видимо, все еще находится под контролем негативной силы, поэтому разговор не удается. Затем Паркер видится с Гарри, который советует другу встречаться с Карли Купер, так как он уверен, что она ему подходит. Далее нас переносят в Фелкоп Индестриз, где Коннорс продолжает свои исследования вместе с ассистенткой. Но когда их начальник решает приударить за девушкой, Курт начинает приходить в ярость, заявляя, что тот зашел на территорию ящера. После этого мы видим, что мадам Паутину посещает пророческое видение о Коннорсе, зверь которого будет укращен. Однако ее пленителям не нравится такая концовка, и они решают вмешаться в пророчество. Питер все-таки решается пообедать с Карли, представляя это в виде свидания, чему девушка совершенно не противится. В это время в лаборатории внутренний зверь Коннорса пробуждается все сильнее. Почувствовав это, Курт немедленно отправляется в кабинет, где находится антидот. Там его находит начальник, который крайне недоволен поведением своего подчиненного. Между ними вспыхивает конфликт, в результате которого зверь пробуждается. На месте Коннорса появляется ящер, который тут же совершает свое первое убийство. В 631 выпуске мы видим, что Аня Кровинова охотится за Каином и вступает с ним в бой. Ей удается ослабить своего противника, но Каин вырывается, используя свое обжигающее касание. После этого на месте битвы появляется незнакомец, который говорит Ане, что ящер на свободе, и им нужно им заняться. Вскоре Питер узнает от Карли, что Коннорс снова превратился в зверя и устроил резню Фелкорпе. Спустя некоторое время на место происшествия прибывает Человек-паук, который узнает, что ящер жестоко убил 6 человек. И похоже, что теперь он направляется к своему сыну. Стенолаз действительно находит ящера у дома Билли. Несмотря на то, что Курт пытается завладеть разумом монстра, ящер не позволяет ему сделать это и вступает в бой с Человеком-пауком. Однако, как оказывается, ящер уже побывал в квартире и не нашел там Билли. Тем не менее, ему удается учуять запах мальчика, и он уходит. Питер врывается в квартиру и обнаруживает окровавленную женщину. Она сообщает ему, что Билли похитила неизвестное. Похитительницей оказывается Аня Кровинова. Как только она чувствует приближение ящера, Аня скрывается, оставляя Билли наедине со своим отцом. Курт всеми силами пытается взять под контроль монстра, но ему это не удается. За происходящим на крыше следит Аня и незнакомец, которые решают понаблюдать за дальнейшими событиями еще немного. Вскоре Человек-паук прибывает на то же место, но оказывается слишком поздно. Билли Коннорс мертв. В ярости стенолаз отправляется на поиски ящера и внезапно неподалеку находит его труп. Но он ошибается. Труп оказывается всего лишь сброшенной кожей, из которой появляется новый ящер. Помимо обновленного вида, монстр оказывается способен разговаривать. Он рассказывает пауку, что Коннорса больше нет, и теперь ящер полностью завладел его телом. Человек-паук тут же набрасывается на монстра и между ними разгорается битва. Но внезапно ящер будто гипнотизирует паука, убеждая Питера, что внутри него также находится ящер, и это приводит Паркера в ужас. Тем не менее, ему удается освободиться из-под его контроля и сбежать. Паук возвращается в лабораторию Курта, где все еще находится Карли. Она объясняет ему, что Коннорс пытался избавиться от внутреннего зверя, используя ресурсы Фелкорпа. После этого Питер забирает весь антидот Курта и фотографию Билли, чтобы вернуться и вступить в бой с монстром. Тем временем ящер совершает очередное убийство, обретая свою финальную форму. Затем, с помощью новоприобретенных сил, он каким-то образом пробуждает в окружающих людях первобытную ярость, и они набрасываются друг на друга. Вскоре на место разразившегося хаоса прибывает Человек-паук. Он выпивает антидот Курта и снова бросается в бой с ящером. Пауку удается впрыснуть антидот в тело ящера, однако он оказывается бесполезен, так как Коннорса больше нет. Однако, когда Стенолаз показывает ящеру фотографию Билли, монстр оказывается в замешательстве. Это все еще не помогает Коннорсу вернуться, но ящер решает освободить людей от своего контроля. После этого он говорит, что ему здесь не место и исчезает. Пережив тяжелое сражение, Питер решает отправиться к Мэй, чтобы найти там утешение. Мэй все еще находится под контролем негатива, но разбитое состояние ее племянника позволяет ей освободиться из-под влияния злодея. В конце выпуска мы видим, что некоторые люди, попавшие под влияние ящера, жаждут снова обрести дарованное им чувство свободы, и они находят монстра, чтобы присоединиться к его семье. 634 выпуск начинается с кладбища, где мы видим и незнакомца, стоящего у могилы Владимира Кровинова, сына Кровена. Этим незнакомцем оказывается Алексей Кровинов, еще один сын охотника. Тут же появляются Саша и Аня, которые сообщают ему, что пришло время поохотиться. Затем мы видим, как Питер просыпается от очередного кошмара. Ко всему прочему, он оказывается ослаблен из-за одолевшего его гриппа. Через несколько секунд в дверь квартиры кто-то начинает усиленно стучать. Питер решает, что это Мишель, но открыв дверь, он приходит в шок. На его пороге оказывается сильно избитый Каин, который постоянно повторяет, что они охотятся на пауков. После этого он теряет сознание. Когда Питер пытается привести своего клона в чувство, в городе раздается несколько взрывов. Через некоторое время Человек-паук прибывает на место происшествия и обнаруживает, что некто напал на женщину-паука. Нападавшими оказывается Алексей и Аня Кравиновы. Пауки вступают в бой с врагами, во время которого Алексей говорит, что время Питера еще не пришло. Ко всему прочему, в голове паука начинают звучать удары таинственного барабана. В конце концов, паукам удается обезвредить злодеев, но когда Питер пытается выяснить у Алексея, почему они охотятся за ним, наш герой внезапно теряет сознание из-за ослабившей его болезни и падает с крыши. Тем временем в себя приходит Каин и вспоминает, что на него напали Кравиновы. Однако его убийство не было их целью, так как они не считают его за настоящего паука. Чуть позднее Питер также приходит в себя и обнаруживает, что он находится в квартире Мэтти Франклин, девушки паука. По всей комнате лежат мертвые пауки, а женщина-паук сообщает ему, что Мэтти была похищена. В этот момент в квартире, к крайнему удивлению Стенолаза, появляется выживший Эзекиль, который тем не менее выглядит весьма скверно. Он сообщает, что началась война кланов между пауками и охотниками. В это время в поместье Кравиновых мы видим Мэтти, которая ищет утешение у мадам Паутины. Она знает, что сегодня ей придется умереть, но она хочет быть уверена, что она будет отомщена. Мадам Паутина обещает ей, что равновесие будет восстановлено. Далее нас переносят на кладбище, где кроме Кравиновых также находятся Электро и Диабло. Вместе они собираются совершить некий ритуал жертвоприношения. Диабло отдает Саше некое вещество, которое она наносит на клинок. После этого Электро бьет в нее электричеством и жена Кравена вонзает клинок в Мэтти. Спустя несколько мгновений из могилы Владимира Кравинова вырывается чудовище, которое некогда было человеком. Однако Сашу это не удивляет, и она говорит, что чтобы воскресить ее мужа, понадобится кровь настоящего паука. В это время Питер пытается справиться с шоком из-за возвращения Изекиля, которого он похоронил собственноручно. Изекиль сообщает, что Кравиновы охотятся на всех пауков, и он был послан в мир живых, чтобы предупредить Человека-паука. Охотникам нужна кровь паука, чтобы вернуть убитого Кравена в мир живых. Для этого же они и убивают других людей пауков, из-за чего Питер чувствует свою вину. Кравен-охотник был очень сильно духовно связан с миром из-за темной магии. Эта связь в конце концов свела его с ума. Однако даже после смерти Кравен остается связан с этим миром, и его жена Саша в курсе этого. Изекиль прибыл, чтобы помочь собрать Стенолазу армию для битвы. Узнав, что Мэтти мертва, а мадам Паутина в заложниках, Питер требует назвать следующую жертву охотников. Ей оказывается некая Аня Каразон, девушка, которая совсем недавно обрела свои силы. За Аней уже открылась охота, но Человек-паук успевает вмешаться в битву. Однако он оказывается слишком слаб, чтобы противостоять монстру Владимиру. Тем не менее, их спасает внезапно появившийся Каин. Несмотря на помощь, охотникам удается похитить девушку-паука. После битвы Каин пытается уговорить Питера бросить затею по спасению других пауков. Разъяренный герой, услышав такие слова, бьет своего клона, обвиняет его в трусости, не понимая, как можно было стать таким эгоистом, если у них одна ДНК. Изякиль снова пытается убедить Питера, что им нужна подмога, двое сильнейших пауков-близнецов, Вином и Антивином. Чуть позднее Изякиль приводит паука к удаленному от города месту. Внезапно оказывается, что Человек-паук прибыл на кладбище, где его уже ждут охотники. А Изякилем оказывается Хамелеон, который с самого начала обманывал Питера. Спустя пару мгновений начинается охота. Несмотря на то, что паук всеми силами пытается одолеть своих врагов, он проигрывает, получив пулю в спину от Саши Кравиновой, которая использовала винтовку Кравена, которой он застрелился. Раненый стенолаз сталкивается с мадам Паутиной, которая уверяет его, что Питер очень особенный и он удерживает паутину мира единой. Тем не менее, здесь история паука подходит к концу и его приносит в жертву. Кровь Питера впитывается в могилу Кравена, и охотник возрождается. В 636 выпуске мы видим, что после воскрешения Кравена в местном зоопарке происходят странные вещи. Умирают тысячи пауков, а звери становятся бешеными. Тем временем Кравен, стоящий на фоне пригвожденного трупа Человека-паука, решает встретиться со своей семьей. В тюрьме поместья Кравиновых находятся три женщины-паука, к которым решает заглянуть монстр Владимир. Кравен обнюхивает всех членов семьи, возвращая свою память. После этого он интересуется своим отсутствующим сыном Владимиром. И когда монстр собирается убить девушку-паука Оранью, Кравен останавливает своего превращенного в чудовище сына и делает это весьма жестоко. Тем временем по всему городу происходит нападение сбежавших из зоопарка зверей. Затем мы видим, что Хамелеон выражает опасения по поводу возрожденного Кравена, так как он ведет себя крайне вспыльчиво. Когда Аня подходит к своему отцу, он набрасывается на нее и девушка вонзает в его грудь кинжал. В тюрьме на губах мадам Паутины появляется улыбка, а Кравен обвиняет свою жену в том, что она дала ему неправильную жизнь, повесив на него вечное проклятие. Саша в недоумении говорит, что все сделала правильно, принеся в жертву настоящего паука. Однако, подойдя к трупу, Кравен узнает запах своего врага, но не Питера Паркера, а его клона Каина. В это время из безымянной могилы на кладбище выбирается настоящий Человек-паук. Как оказывается, во время стычки с охотниками Стенолаз упал в выкопанную яму. Там он столкнулся с Каином, который забрал костюм ослабленного Человека-паука и оставил Питера на дне ямы. Он пожертвовал собой, чтобы спасти Паркера, и теперь Кравен-охотник предлагает Пауку поохотиться на него. Разъяренный Питер принимает предложение и отправляется на свою охоту. Тем временем Кравен готовит свою семью к встрече со своим величайшим врагом. Несмотря на то, что его ярость утихла, он все еще с ненавистью относится к воскресившей его жене. Испуганный Хамелеон решает покинуть семью, так как он не хочет испытывать на себе гнев Паука. Но он уже близко. Далее мы видим, как к плененым девушкам и мадам Паутине врывается Саша Кравинова. Она обвиняет прорицательницу в том, что та знала о том, что произойдет с Кравеном. Однако, мадам Паутина была настолько одурманена наркотиками, которые контролировали ее, что она перестала видеть Паутину. В ярости Саша наносит ей удар кинжалом прямо на глазах девушек. Через мгновение в особняке выключается свет, и Хамелеон становится первой жертвой Паука. Следующим, с кем он вступает в бой, становится Владимир. Питер едва не убивает его, однако сделать ему это мешает выстрел Алексея. Далее мы узнаем причину ненависти Кравена к своей жене. Оказывается, он недоволен своей семьей. Ему не нравится то, какими слабыми стали его дети под предводительством Саши. Но уже через секунду на месте Кравена появляется Человек-паук, который освобождает пленников. После этого Стенолаз решает найти сбежавшую и убить ее. Когда Питер уходит, умирающая мадам Паутина говорит Араньи, что она должна остановить Паука от ужасной ошибки. После этого, когда она остается наедине с женщиной-пауком Джулией, сила мадам Паутины переходит к новому носителю. Тем временем Паук добирается до оставшихся членов семьи Кравиновых и обезображивает лицо Саши. Аранья пытается остановить Питера, но тут же появляется Кравен-охотник, и между двумя заклятыми врагами начинается ожесточенное сражение. Тут Саша понимает, что настоящим охотником все это время был сам Паук. В конце концов Питер одолевает Кравена и заносит над ним копье для решающего удара. Но внезапно за спиной Паука появляется Джулия, которая пытается остановить его от последнего шага. Она рассказывает ему о будущем, в котором Стенолаз становится убийцей. В таком случае он повторит судьбу Человека-паука из будущего, который в конце концов погибнет в одиночестве у могилы своей тети как преступник. После этого Питер решает оставить Кравенов живых, несмотря на то, что охотник умоляет убить его. Затем вся семья Кравиновых исчезает во вспышке света. Чуть позднее мы видим, что животные в городе пришли в себя, но тем не менее Джеймсон все равно пытается убедить всех, что в случившемся виноват Стенолаз. Затем нас переносят на кладбище, где Человек-паук похоронил Каина, отдав ему свою фамилию. Джулия унаследовала силы погибшей Мадам Паутины и стала новой прорицательницей, а свой образ она отдала Аранье. После этого Джулия обещает, что их пути еще пересекутся и исчезает. Далее мы видим, что вспышка перенесла семью Кравиновых в Дикие Земли. Там Кравен собирается заново восстановить силу своих отпрысков, и только сильнейшие смогут выжить в этих диких лесах и снова быть достойными права быть членом семьи Кравиновых. Это заявление приводит в ярость Сашу, и Кравен тут же убивает ее. Следующим на очереди становится монстр Владимир. После этого Алексей решает покинуть обезумевшего отца и уходит в лес. Аня же принимает условия Кравена, которые обещают восстановить семью с тем, кто вернется к нему живым. В эпилоге истории мы узнаем, что баланс был нарушен. Охотник, обманувший смерть, ходит по земле, а значит другой должен был восстать. И из могилы Каина появляется Тарантум. В 638 выпуске нам наконец раскрывают правду о том, почему Питер и Мэри больше не вместе и как Мефисто помешал браку влюбленных. Как мы помним, Мэри Джейн перед совершением сделки с Мефисто сказала ему нечто в тайне от Питера. Как оказывается, взамен того, что она уговорит Паркера пойти на сделку, Мефисто должен был оставить Питера в покое и дать ему шанс на счастливую жизнь. Затем уже в настоящем времени мы видим, что МД приходит к Питеру, чтобы наконец поговорить с ним по душам. В разговоре бывших влюбленных проскальзывает тема прошлого, которая оставила на их сердце глубокие раны. Далее нас переносит на несколько лет назад. Человек-паук, как обычно, патрулировал город, но разумом Питер готовился к предстоящей свадьбе с любимой девушкой. Вскоре Стенолас вступает в бой с Электро, который со своей бандой спрятался в магазине. В конечном счете преступников арестовывает, однако одному из них сказочно везет. Будто по волшебству двери полицейской машины распахиваются и преступник сбегает. Тем временем подготовка к свадьбе Питера идет своим чередом и ничего не предвещает беды. Сбежавшему преступнику по имени Муэрте удается найти помощь у местного мафиози, который взамен просит оказать ему услугу. И вот, когда Питер проводит очередную бессонную ночь в размышлениях, правильно ли он поступает, что женится на МДжей и подвергает ее опасности жизни супергероям, на соседней крыше слышится выстрел. Сбежавший преступник гонится за неизвестным человеком, пытаясь убить его. К счастью, Стенолас успевает вовремя и мешает Муэрте выполнить задуманное. Однако, когда паук отвлекается, в его голову прилетает кирпич и преступник пытается скрыться. В результате Стенолас при попытке спасти преступника от падения падает вместе с ним с огромной высоты. Далее мы наблюдаем за тем, как гости собираются на свадьбу Питера и Мэри. МДжей немного опаздывает, но когда она приезжает, то узнает, что Питер все еще не появился. Как оказывается, он все еще лежит без сознания в переулке, где он рухнул с крыши. Очнувшись, Питер с ужасом осознает, что он пропустил день свадьбы. Еще не до конца оклемавшись, он пытается дозвониться до МДжей, однако ее телефон не отвечает. Придя в отчаяние, он бросился на ее поиски, словно безумец, крича по всему городу ее имя. Однако, в конце концов, он обнаруживает Мэри в квартире, где наш герой уже искал ее, но, судя по всему, из-за своего состояния не заметил рыдающую невесту. Естественно, между Питером и Мэри вспыхивает нешуточная ссора, и МДжей, устав быть девушкой Человека-паука, бросает Паркера. Однако, после разговора со своей тетей, Мэри решает снова поговорить с Питер. Во время откровенного монолога, МДжей признается, что она хочет детей, но боится вмешивать их в опасную жизнь Человека-паука. Она хотела выйти замуж за Питера, чтобы завести детей, а без них брак не имеет смысла. В конце концов, они решают быть вместе, но никогда больше не говорить о свадьбе. После этого произошла череда событий, с которыми мы уже прекрасно знакомы. Во время принятия акта регистрации, Питер снял с себя маску перед всем миром. За этим следует ранение тети Мэй, и если спасти Мэй смог только Мефисто, то в этой истории Питеру самому удалось запустить сердце тети. Но разве это не было замыслом Мефисто? После спасения Мэй, Мэри и Питер начинают круглосуточное дежурство возле ее палаты, но опасность еще не миновала. Одна из медсестер оказывается связана с Кингпином, и он приказывает ей закончить начатое. Однако медсестра отказывается подчиняться и сбегает. После этого Фиск связывается с другим наемником и приказывает ему закончить с неким списком. Чуть позднее Анна Уотсон связывается со своей племянницей и говорит о подозрительных шумах на улице. К несчастью, телефон Мэй разряжается и звонок обрывается. Мэри решает не беспокоить Питера и отправляется проверить тетю. Когда она прибывает к ее дому, то узнает, что внутрь ворвался киллер. Из его монолога над бесчувственным телом Анны, Мэри также узнает, что его послал Фиск, который приказал убить всех, кто был связан с Питером Паркером. Эмджей удается отвлечь убийцу и наемник бросается за ней. Тем временем Питер просыпается и узнает, что Мэри отправилась в дом Анны Уотсона. Предчувствуя беду, он тут же бросается к месту назначения. В этот момент наемный убийца, несмотря на все отчаянные попытки Мэри, выстреливает в девушку. Через секунду на него обрушивается гнев Человека-паука. Сорвав маску с киллера, он обнаруживает под ней того самого преступника, который сбежал из полицейской машины и стал причиной отмены свадьбы Питера и Мэри. Оставив преступника полицейским, стенолаз отправляется на спасение Эмджей. Питер отправляется к единственному, кто может помочь ему, доктору Стрэнджу. Во время исцеления Мэри наш герой решает попросить мага об огромной услуге. Он просит стереть всем воспоминания о том, кто находится под маской Человека-паука. Чтобы обдумать такое сложное решение, Стрэндж выходит в астрал. Чтобы помочь Питеру, там он решает созвать совет, в который входят Тони Старк и Рид Ричардсон. Как оказывается, трюк со стиранием памяти проворачивался уже не раз. Однако это решение всегда несло за собой последствия. Тем не менее, в конце концов, троица самых могущественных людей приходят к единому решению. Они помогут Питеру. Однако ему придется стать хранителем своих воспоминаний и нести груз произошедших ошибок. Вернувшись в реальный мир, доктор Стрэндж сообщает Питеру о принятом решении и принимается за могущественное колдовство. Маг создает специальный защитный кокон, внутри которого паук будет защищен от сотворенной магии. Однако, прямо во время магического шторма, Питер выпрыгивает из кокона и решает оградить от действия заклинания и МДжей, так как он не сможет жить без ее любви. После завершения колдовства, Питер забирает Мэри с собой и отправляется с ней домой. Когда девушка приходит в себя, наш герой рассказывает ей о сотворенном заклинании, которое стерло память о его тайной личности у всех, кроме них двоих. Проснувшись, Питер обнаруживает, что Мэри крайне подавлена на произошедшем, он пытается выяснить, в чем дело, и Мэри раскрывает страшную правду. Она признается, что тоже бы хотела забыть о тайной личности Человека-паука и обо всех связанных с этим событиями. Чуть позднее Питер встречается с очнувшейся Мэй. Мэри Джейн тем временем решает уехать из города, чтобы осмыслить произошедшее. Именно так судьбы Питера и МДжей разошлись по разным путям. Именно так Мефисто выполнил свою часть сделки. После всех воспоминаний о произошедшем и такого откровенного разговора между Питером и Мэри пропадают все неопределенности. Они отпускают друг друга. Для освобожденного от былого груза Питера Паркера и Человека-паука начинается совершенно новый день. 642 выпуск начинается в заброшенном поместье семьи Кравиновых. Внутри него собрались десятки самых различных суперзлодеев, и некий таинственный человек рассказывает о причине их сбора. Он хочет, чтобы они нашли некий предмет, который находится где-то в городе. В обмен на него этот человек готов предложить огромную награду. Неважно, кто и как найдет это, но он должен попасть в его руки. Затем мы видим, как Питер Паркер пытается продать свою камеру в местном ломбарде. Как обычно, его жизнь пошла под откос, и после разоблачения его поддельной фотографии Джеймсоном, более никто не хочет брать его на работу. Бетти Брандт уговаривает не продавать его камеру по низкой цене и дает ему в задаток 50 долларов. После этого Питер спешит на свидание с Карли Купер. Он забегает в квартиру, чтобы переодеться, и с удивлением узнает, что Мишель распродала все его рубашки в качестве оплаты счетов за квартиру. Паркеру приходится надеть теплый свитер в разгар жаркого дня и отправиться на свидание. Там Питера ждет новый сюрприз. Карли встретилась с его друзьями Мэри и Гарри. Они решают присоединиться к свиданию Паркера, на котором М.Джей весьма заметно издевается над Питером. Внезапно в голове героя возникает паучья тревога, и он замечает в окне силуэт человека на глайдере. Им оказывается Лили, она же Угроза, которая врывается в кафе в поисках Гарри. Она одета в больничную одежду и, судя по всему, готова разродиться с сыном Осборна-старшего. За Лили следом появляется Шокер и Тумстоун, которые пришли именно с забеременной девушкой. Питер вступает в бой со злодеями, но через несколько минут в их сражение вмешивается тот, кто и затеял эту охоту. Таинственным человеком оказывается никто иной, как доктор Отто Октавиус, тело которого продолжает разрушаться. Несмотря на все сопротивление, Осьминог обездвиживает противников и быстро принимает роды угрозы. Через пару мгновений на свет появляется ребенок Лили, новоиспеченный сын Нормана Осборна. Приложив немалые усилия, Питеру удается вырваться из стального захвата доктора Октавиуса. После этого он отвлекает злодея, забирает ребенка и сбегает с места битвы. Тем не менее, похоже, что Осьминог ожидал такого поворота событий и приказывает своим помощникам открыть все ловушки в городе. Тут же за перемещениями стенолаза с малышом на руках начинают следить несколько телевизионных вертолетов. Естественно, Джона Джеймсон не упускает шанса обвинить Человека-паука в похищении беззащитного ребенка. Тем временем, Лили Холлистер в панике требует вернуть ее сына. Как оказывается, Норман поместил угрозу в клетку, но ей удалось сбежать. Несмотря на то, что Осборн находится в особо охраняемой тюрьме, ему не составило труда приказать своим людям вернуть девушку обратно. Гарри и Мэри решают увезти Лили в безопасное место, а Карли остается, дабы найти Питера, который пропал во время нападения Октавиуса. В это время на Человека-паука нападает Электро, пытаясь забрать у него ребенка. Далее мы видим, что мэр Джеймсон отстраняется от охоты за пауком и за дело принимаются люди самого президента Америки, так как они считают, что ребенок может быть отпрыском одного из самых опасных преступников, Нормана Осборна. В этот момент на стенолазу нападает песочный человек, который требует отдать ему ребенка, дабы он помог ему вернуть его дочь Камию. Однако с помощью сил Электро пауку удается отбиться от двух суперзлодеев. К несчастью, паутина стенолаза заканчивается и он со всей возможной осторожностью падает на землю. Тем временем Карли продолжает поиски Питера, но ее усилия оказываются напрасными, а за ее спиной уже появляется Тумстоун. Когда Человек-паук приходит в себя, его уже окружает полицейский. Стенолаз тут же выпрыгивает из окна и снова бросается в бегство, но куда бы он ни пошел, тысячи камер следят за его передвижениями и нашему герою некуда скрыться. Человеку-пауку снова приходится отбиваться от суперзлодеев, на этот раз урода и стервятника. К счастью, они вступают в бой друг с другом и стенолазу удается скрыться. Однако вскоре на него нападает разъяренный Рина. В это время на Карли нападает Тумстоун, который услышал о связи девушки с Лили. К счастью, Карли спасают подоспевшие полицейские, и злодей сбегает с места происшествия вместе со своим напарником Шокером. Далее нас переносят в особняк Кравиновой, где доктор Октавиус следит за всем происходящим в городе через телекамеры и за пауком с помощью жучка на его спине. За его спиной стоит таинственный человек, который, судя из их разговора, является напарником Отто. Тем временем, Гарри и Мэри приводят ослабленную Лилю в квартиру к знакомому Эмджей, внутри которого находится убежище. Мэри и Лили запираются внутри, а Гарри, сказав, что у него есть план, остается снаружи. Возвращаясь к Рине и Пауку, мы узнаем, что Носорогу не нужен ребенок, он жаждет крови Человека-паука. В отчаянии Питер пытается убедить Алексея отступить, чтобы не навредить беззащитному малышу. Рина соглашается отпустить Человека-паука, но обещает разобраться с ним в следующий раз. Человек-паук решает немедленно отправиться к Особняку Мстителей, чтобы там найти убежище. Но как только он приближается к нему, ребенок внезапно превращается в маленького монстра и нападает на героя. Однако Питер, переступив порог территории Мстителей, все понимает. Сам Особняк и демонический ребенок были иллюзией Мистерию, которого Стенолаз быстро выводит из игры. Но тут же его место занимает подоспевший сервятник и урод. Во время битвы Питер замечает внизу Гарри Осборна, который пытается привлечь внимание Стенолаза. Гарри убеждает паука отдать ему ребенка, чтобы он смог его спрятать. Питер соглашается с другом и отдав ему младенца, делает приманку из мусора, чтобы обмануть суперзлодеев. В конце концов ему удается одолеть стервятника и урода, однако Человек-паук замечает, что Гарри не сдвинулся с места. Когда он спускается, чтобы узнать в чем дело, Питер узнает страшное. Ребенок умер. Человек-паук приходит в ярость, обвиняя себя в случившемся. Разгневанный, он решает найти того, кто открыл охоту за ребенком, доктора Октавиуса, и заставить его заплатить за содеянное. Но как только Стенолаз уходит, мы узнаем, что ребенок жив, а Гарри Осборн оказывается никем иным, как мастером перевоплощения, хамелеоном. На некоторое время Человек-паук затаился, чтобы подготовиться к охоте. Охоте на всех, кто был связан с погибшим, как он думал, ребенком Лили Холлистер. И когда паук отправился на улицы, все суперзлодеи пожалели о том, что перешли ему дорогу. Молчаливый и смертоносный Человек-паук находил преступников одного за другим, чтобы выяснить, где находится доктор Октавиус. Тем временем хамелеон договаривается с осьминогом об оплате, а мы узнаем, зачем Отто нужен ребенок. Ученый хочет вывести из его крови уникальную сыворотку зеленого гоблина, которая поможет ему освободиться от его увядающего тела. Затем мы видим Гарри Осборна, который проник в логово зеленого гоблина, чтобы взять оттуда две ампулы с сывороткой. После этого нас переносят в убежище МДжей и Лили, куда врывается Карли Купер в поисках своей сестры. Но как оказывается, за ней следил Тумстоун, который врывается в квартиру вслед за девушкой. Но в этот момент угроза успевает вызвать свой глайдер, который успешно вырубает Тумстоуна. Тем временем Человек-паук продолжает свою карательную миссию, и уже все суперзлодеи в страхе прячутся от того, на кого они совсем недавно охотились. В конце концов Шокер в страхе за свою жизнь рассказывает об убежище Отто, поместье Кравиново. Добравшись до места назначения, Стенолаз обнаруживает внутри дома испуганного Хамелеона. Он рассказывает пауку, что ребенок жив, но он был похищен. За такой промах Октавиус избил его до полусмерти и бросил в особняке. Человек-паук требует назвать того, кто похитил младенца, и похитителем оказывается никто иной, как ящер. Узнав о похищении ребенка ящером, доктор Октавиус принялся за его поиски собственноручно, выбивая информацию из местных бездомных. Вскоре Отто обнаруживает Человек-паук, который решает объединить усилия, дабы спасти невинного младенца. Но по мере того, как союзники приближались к логову ящера, Октавиус начинал ощущать влияние зверя, им овладевала животная ярость. К счастью, Питер не был подвержен такому же влиянию благодаря сыворотке Коннорса. В безумной ярости Октавиус набрасывается на стенолаза, и нашему герою приходится вступить в бой. Через некоторое время на месте сражения появляется ящер, который приказывает покинуть его территорию. Когда Человек-паук требует вернуть ему ребенка, ящер внезапно с легкостью соглашается. Согласно его словам, ребенок пахнет не так, как Норман Осборн, но ящер забыл, как нужно проводить эксперименты. Тогда сам Питер решает проверить малыша в импровизированной лаборатории. И, в конце концов, Паук выясняет, что отцом ребенка не может быть Норман Осборн, так как в нем нет сыворотки зеленого гоблина. Паркер пытается донести эту информацию и до Октавиуса, но тот все еще находится под влиянием ящера. Тогда стенолаз оставляет для него образец крови ребенка и уходит прочь. Тем временем в квартиру друга М.Джей прибывает полицейский и забирает Томстоуна. Когда они уходят, Карли наконец мирится со своей сестрой Лили. Тем не менее, бывшая угроза понимает, что за ней и ребенком будут охотиться люди Нормана, поэтому она просит передать Гарри, что любит его, после чего скрывается на глайдере. Чуть позднее мы видим, что Гарри приходит в особняк Мстителей, где в это время Человек-паук заканчивает необходимые тесты. Он берет образец ДНК у своего друга и сообщает ему важную новость. Отцом ребенка Лили является Гарри Осборн. После этого Питер отдает малыша счастливому новоиспеченному папаше и оставляет их одних. Пролетая над городом, Человек-паук видит, что все обвинения по похищению ребенка с него были сняты. В конце концов, несмотря на все испытания и трудности, жизнь Человека-паука иногда можно назвать, если не хорошей, то весьма удивительной. В 647 выпуске мы узнаем, что Вин, брат Мишель, подставивший Человека-паука в прошлом, вышел из тюрьмы. Тем временем Питер и Карли собираются на костюмированную вечеринку в честь Гарри Осборна, который хочет уехать из города со своим сыном Стэнли. Между ними вспыхивает ссора из-за того, что Паркер не может определиться, кем приходится ему Карли. Когда девушка уходит, Питер становится свидетелем похищения некой девушки-суперзлодеем-овердрайвом, который может трансформировать любой транспорт в другой по своему желанию. В конце концов, Паркер не только спасает девушку, но и останавливает злодея. Ему даже удается успеть на встречу с Вином раньше Мишеля. После этой встречи, узнав, что Питер проводит много времени с Карли, Вин решает поговорить с ней. Далее нас переносят на костюмированную вечеринку в доме тети Мэй, куда Питер приходит в образе самого заклятого врага Человека-паука, Джей Джона Джеймсона. Внезапно на вечеринку также приходит и Вин в костюме заключенного в сопровождении Скарли, переодетой в черную кошку. Вин решает поздороваться с Гарри, который проявил фантазию и сделал костюм доктора Октавиуса вместе со своим сыном. Внезапно Вин передает Гарри привет от его отца, Нормана, и показывает татуировку зеленого гоблина на своей руке. В это время Питер, выйдя подышать свежим воздухом, сталкивается с МД в костюме Джекпот. Их разговор затрагивает тему отношений Паркера с Карли, и Мэри говорит Питеру, что он имеет право на счастье. После разговора наш герой разыскивает Карли и, наконец, предлагает ей стать его девушкой. На что она соглашается с особой охотой, закрепляя это решение страстным поцелуем. В эпилоге истории мы видим, как Вин покидает вечеринку глубоким вечером и сталкивается с Гарри. Осборн заявляет, что он не собирается давать слабину, когда его сыну угрожает. После этого он бьет Вина электрошокером. Склонившись над обезвиженным телом, Гарри начинает методично наносить удары кулаком один за одним. После избиения Осборн предупреждает, чтобы никто больше не смел угрожать ему или его сыну. В 648 выпуске мы видим, что Человек-паук, временно исполняющий обязанности командира Мстителей, вступает вместе с другими супергероями в бой. Как оказывается, весь город заполонили огромные октоботы Доктора Октавиуса, которые учинили по всему Нью-Йорку хаос. Стенолаз, направляя своих напарников, нападает на роботов, попутно спасая мирных жителей. Тем временем в резиденции мэра Джеймсона и его жену пытаются эвакуировать из города. За их перемещениями со стены противоположного здания наблюдает таинственный человек в высокотехнологичной броне. Внутри бронированной машины Джеймсон внезапно получает страстный поцелуй от своей жены, что становится первым шагом к примирению супругов. Тем временем сын Джеймсона Джон готовится для вылета из военной базы в город, дабы дать бой роботам. Здесь же находится и капитан Америка, который выглядит весьма подозрительно. В Нью-Йорке все еще кипит сражение между Мстителями и октоботами, когда на помощь паучку приходит черная кошка. Однако Питер быстро сбегает от нее, чтобы не искушаться, так как теперь он встречается с Карли Купер. Вскоре он сталкивается с изображением доктора Октавиуса на уличном экране. Отто заявляет, что после того, как город отверг его помощь во время создания умного Нью-Йорка, он собирается разрушить его до самого основания. В это время на военно-воздушную базу проникает Электро, где он встречается с капитаном Америкой, под маской которого оказывается Хамелеон. Вместе они выпускают специальных роботов осьминога, выполняя поставленную задачу. Далее нас переносят в секретное логово новой зловещей шестерки, где мы узнаем, что нападение на город было лишь отвлекающим маневром для проникновения на военно-воздушную базу. После этого Октавиус, который больше не собирается недооценивать гений Человека-паука, запускает механизм самоуничтожения октоботов, которые должны уничтожить весь город. Но Ота знает, что Паук найдет решение. И Питер действительно догадывается, как можно отсрочить таймер взрыва. После этого супергерой успевает увезти всех роботов из города и безопасно подорвать их. Затем мы видим, что Питер Паркер нашел себе новую подработку в газете «Линия фронта», но так как он более не может быть журналистом, наш герой зарабатывает себе на хлеб переноской и установкой новых компьютеров. Здесь же мы знакомимся с Филом Урихом, племянником Бена Уриха, главного редактора газеты. Мы также узнаем, что в городе появились банды зеленого гоблина, которые носят отличительные знаки злодея. Как оказывается, Фил в прошлом также состоял в подобной банде. Вскоре на пороге «Линии фронта» появляется Мэр Джеймсон вместе с женой. Они объясняют, что им удалось выкупить большую часть акций Daily Bugle после того, как Декстер Беннет был разорен. И теперь Джона с видимым усилием отдает «Линии фронта» право носить имя Daily Bugle. Далее мы узнаем, что Мишель после освобождения брата съезжает с квартиры. А так как Питер не в состоянии заплатить за арендную плату самостоятельно, ему приходится заняться поисками новой квартиры. Однако ни его друзья, ни его девушка не могут принять его даже на несколько дней. Тем временем в дом Мэй приходит Марло вместе с сыном Джоном, дабы встретиться с Джеймсоном-старшим. Марло в курсе проблем Питера с работой и, узнав о его выдающихся умственных способностях, решает помочь ему. Наш герой по стечению обстоятель вскоре сам приходит к дому тети, где его уже ждут. Марло собирается познакомить Паркера с неким ученым Максом Моделом, который работает в лаборатории Horizon Lab. И Питер крайне воодушевлен предстоящим знакомством. Когда они выходят из дома, Паркер испытывает паучью тревогу, а мы видим, что за ним наблюдает таинственное существо, которое мы уже видели ранее. У него есть некий план, связанный с семьей Джеймсона, но для этого ему нужен помощник. Тот, кто ненавидит Джону всем сердцем, Мак Гарган. Бывший Скорпион, а ныне носитель Венома, находится в тюрьме строгого режима Рафт, где над ним проводят болезненные эксперименты. Вскоре Питер и Марло прибывают в Horizon Lab, от которой наш герой приходит в крайний восторг. Макс Модел проводит гостям экскурсию, попутно знакомя их с лучшими изобретателями лаборатории. Он объясняет, что самые способные ученые имеют свободный график и приходят на работу в любое время. Главное условие – периодически важные открытия и изобретения. Во время знакомства с ученой по имени Саджани, которая с помощью своего изобретения хочет воссоздать самый прочный металл на Земле – вибраниум, происходит несчастный случай. Эксперимент выходит из-под контроля и грозит большими разрушениями. К счастью, Питеру удается добраться до пульта управления и остановить экспериментальное устройство. Таким образом, поступок нашего героя впечатляет Макса. После череды испытательных вопросов, которые так или иначе оказываются связаны с изобретениями Человека-паука, Питера принимает на работу в Horizon Labs. После этого ему дают необходимые материалы для изучения, а также первый чек с заработной платой. Весьма нескромный по меркам Питера. Похоже, что жизнь нашего героя, наконец, начинает налаживаться. Далее нас переносит в башню Фиска, который встречается со своим человеком. От него он узнает о происшествии в Horizon Labs, которое крайне огорчает его, так как он надеялся стать обладателем устройства по созданию вибраниума. Мы также узнаем о новом наемнике Кингпина – Мистери Кингсли, но мы знаем его под другим именем – именем Хобб Гоблина. Долгое время Хобб Гоблин работал на другом континенте в качестве наемника, так как Зеленый Гоблин перекрывал ему кислород в Америке. Но после того, как Норман Осборн был арестован, Кингсли с радостью вернулся в Нью-Йорк. Здесь он начал работать на Кингпина, который сразу по прибытию наемника вручил ему первое задание. Для того, чтобы подготовиться к нему, Хобб Гоблин решил навестить одно из убежищ Зеленого Гоблина, чтобы пополнить свое вооружение новыми гаджетами. Внезапно там он обнаруживает Фила Уриха, который, по его словам, пробрался в убежище, чтобы стащить пару смертоносных примочек, дабы впечатлить девушку, которая ему нравится. Несмотря на все мольбы Фила и признание в том, что он тоже когда-то был Гоблином, Кингсли решает избавиться от парня, чтобы он не раскрыл это убежище. Но Хобб Гоблин совершил ошибку, недооценив Фила. Как оказывается, парень обладал высокочастотным смехом, который буквально разрывал сосуды и барабанные перепонки противника. Ослабив Кингсли, Фил с помощью огненного меча отрубает голову Хобб Гоблина. Далее нас переносят к банде Зеленого Гоблина, преступников, которые носят отличительные знаки суперзлодея. Ну а Уинтерс, пытаясь добыть материал о подобных бандах, попадает прямо в руки одной из них. К счастью, рядом оказывается Человек-паук, который геройствует рука об руку вместе с Черной Кошкой. После этого Питер отправляется в свой номер в довольно дорогом отеле, который после начала работы в Horizon Labs становится ему по карману. Через мгновение в его дверь стучится Карли Купер, которая пришла в гости к своему парню. Но, к сожалению, свидание не получается, так как Карли вызывает на работу и она поспешно уходит. Тем временем Фил Урих возвращается в газету Линии Фронта, которые ныне превратились в Дейли Бьюг. Мы видим, что парень испытывает романтические чувства к Норре, но его порывы останавливает Робби Робертсон, парень девушки. Мы также можем заметить, что Фил забрал папку с заданием, которое Хобб Гоблину передал Кинг Пин. Затем мы снова переносимся в номер Паркера, в который вламывается тетя Мэй, чтобы собрать и провести племянника на новую работу. Заботливая тетя провожает Питера прямо к двери Horizon Labs. Тем временем в офисе мэра Джеймсон встречается с Капитаном Америкой. Супергерой заводит разговор о недавних беспорядках, связанные с октоботами, и просит Джону сделать немыслимое, дать Человеку-пауку, который спас весь Нью-Йорк, ключ от города. Несмотря на то, что мэр категорически против этого безумия, его сын Джона поддерживает предложение Капитана. На следующей странице нам снова показывают тюрьму Рафт, где находится маг Гарган. После отделения от симбиота он находится в крайне плачевном состоянии. Сотрудник тюрьмы по имени Марк 5, бывший суперзлодей по прозвищу Жук и напарник Скорпиона, заявляет, что без симбиота, либо же без костюма Скорпиона, Гарган долго не протянет. В это время Питер снова встречается с Максом Моделом, который знакомит Паркера с еще одними особыми сотрудниками лаборатории, Уату Джексоном и Белой Фишбах. Они рассказывают нашему герою, что в лаборатории есть еще один тайный сотрудник, которого никто не видел. Некоторые считают, что он суперзлодей, а некоторые, что она атлантка. Далее Питеру представляют его собственную лабораторию, где он волен делать все, что угодно на благо науки. Главное условие не подвергать опасности работу и безопасности остальных сотрудников. Ко всему прочему, к лаборатории прилагается специальное помещение, доступ по которому открыть только для Паркера. И это отличное место, чтобы хранить снаряжение Человека-паука. Сразу после знакомства с новым местом работы, Питер приступает к созданию грандиозного изобретения, но в его голове не возникает ни единой мысли. Внезапно в лаборатории включается сигнал тревоги. Его причиной является вторжение Фила Уриха в костюме Хобб Гоблина. Питер немедленно переодевается в костюм паука и тут же бросается на спасение сотрудников. Однако внезапно его тело цепенеет и каждую клеточку пронзает боль от невыносимого смеха суперзлодея. Ослабленный и раненый стенолаз падает к ногам Хобб Гоблина, который заносит над ним огненный меч. На помощь Человеку-пауку приходит коллега Питера Белла, которая заглушает смех Хобб Гоблина музыкой из огромных колонок. Благодаря этому стенолаз обретает способность двигаться и избегает смертельного удара. После этого злодей решает оставить место битвы и выполнить свою миссию, ради которой он и пришел в Horizon Lab. Человек-паук отправляется за ним и обнаруживает, что Хобб Гоблин похищает Ревербий, металл, созданный на замену Вибраниума. Крайне ослабленный герой пытается остановить злодея, но из-за действий высокочастотного смеха он падает от одного удара. Разобравшись с Пауком, Хобб Гоблин забирает металл и сбегает. Ко всему прочему, он записывал все произошедшее на летающую камеру, дабы запечатлеть свою победу. Когда к зданию прибывают полицейские во главе с Юри Ватанабе, сотрудники недосчитываются одного человека, Паркера. Они тут же отправляются в его лабораторию, а Питер с трудом пытается переодеться в гражданское, но он не успевает. Когда Макс и остальные заходят внутрь, они становятся свидетелями странной картины. Питер в одном нижнем белье и наушниках работает над своим проектом. Нашему герою пришлось в пешке придумывать себе оправдание, почему он не слышал сигнал тревоги и почему он раздет. К счастью, все верят в его объяснение. Тем временем в башню Фиска прибывает Хобб Гоблин, который принес Кингпину похищенный металл. Поначалу Фиск приказывает убить его, однако узнав, что Фил разобрался с Родериком Кингсли, он решает нанять нового Хобб Гоблина. Питер же узнает, что устройство по созданию металлоревербия и все его образцы собирается уничтожить, так как металл оказывается слишком опасен. У Паркера также есть идея, кто поможет ему вернуть украденное. Чуть позже он связывается с черной кошкой и просит ее о помощи. В это время в возрожденную Дейли Бьюгл приходит Фил Урих, который хвастается дядей новой работой и говорит, что собирается снимать веб-репортажи для газеты. И у него есть специальный материал для Норы Уинтерс. Девушка приходит в восторг, увидев первое появление Хобб Гоблина и сражение с Человеком-пауком. Однако свою радость она выплескивает не на Фила, а на своего парня Робби, что идет в разрез с планами юного Хобб Гоблина. Затем она снова возвращает в лабораторию Питера, который работает над специальным костюмом. В этот момент к нему приходит Карли, которая решает проведать своего парня. Там же она столкнулась с Эмджей и Питеру приходится обедать с бывшей и нынешней девушкой. Вскоре с ним связывается Черная Кошка, которая с помощью одного из людей Хобб Гоблина выяснила, что похищенный металл находится в башне Фиска. Но как оказывается, Хобб Гоблин специально позволил кошке поймать своего человека, чтобы он рассказал о Кингпине. И так как этот человек единственный, кто знает о предательстве Фила, злодей жестоко расправляется с ним. Чуть позднее Черная Кошка находит специальные очки, оставленные стенолазом. Надев их, она обнаруживает Человека-паука в новом черно-зеленом костюме. Питер объясняет, что этот костюм не только защищает его от громких звуков, но и делает его невидимым. Уверенные в том, что на их стороне элемент неожиданности, они отправляются в башню Фиска. Далее нас переносят в тюрьму Рафт, куда прибывает профессор Фолсом для изучения Мака Гаргана. Однако чуть позднее оказывается, что Фолсом на самом деле был давно убит, а его личность похитил Алистер Смайт, сын Спенсера Смайта, создателя Охотников за Пауком. Алистер за несколько секунд облачается в смертоносный костюм Истребителя Пауков и нападает на охранников. Прибывшее подкрепление тюрьмы узнает, что Алистеру удалось похитить Гаргана, и в конце выпуска мы видим, что Истребитель Пауков собирается препарировать похищенного. В 651 выпуске мы видим, что Хобб Гоблин заявляется в башню Фиска без приглашения, что вызывает крайнее неудовольство у шефа охраны Монтаны. Однако у Фила есть важное сообщение для Кингпина. В его здание пробрались Черная Кошка и Человек-паук. Связавшись со своим ученым, Фиск узнает, что Ревербий был помещен в специальное сдерживающее устройство и готов для демонстрации военным, которые в случае успеха могут потратить миллиарды за обладание новым металлом. Тем временем Кошка и Паук отключают средства связи в башне, и нашему герою приходится вступить в бой с ниндзями руки. Хобб Гоблин также отправляется за нарушителями, которых он сам привел в башню. А Кингпин оказывается недоволен работой Монтаны, у которого возникают подозрения насчет нового наемника. В это время Человек-паук обнаруживает, что Черная Кошка незаметно разделилась с ним, чтобы воспользоваться случаем и ограбить Кингпина. Однако во время попытки ограбления ее замечает Монтана и ловит Кошку с помощью лосо. Человек-паук вскоре сталкивается с Хобб Гоблином, смех которого больше не действует на героя благодаря его звукопоглощающему костюму. Несмотря на то, что Кошке удается вырваться из хватки Монтаны, она тут же попадает в руки самого Кингпина. Стенолаз уничтожает огненный меч суперзлодея с помощью специального антиматериала, который может разрушить любой металл. Но когда Хобб Гоблин снова использует свой смех, устройство, сдерживающее реверби, разрушается. Звуковые вибрации металла начинают уничтожать здания и Питеру приходится разрушить реверби с помощью специальных жучков из антиматериала. Спустя мгновение он также узнает, что Кошка попала в ловушку. Тем временем внизу башни Фиска уже собрались пожарные и полицейские во главе капитана Ватанабе, которые замечают Хобб Гоблина. Вскоре Питер прибывает на помощь Фелиции, но вся башня уже начинает падать. Хобб Гоблин успевает спасти Кингпина, а Монтана падает вниз сквозь разрушенный пол. Человеку-пауку также удается спасти Фелицию и уже через секунду все здание рушится. Тем не менее, Стенолаз выполнил свою миссию по уничтожению опасного металла, а Кошка смогла стащить небольшой утешительный приз. Спустя некоторое время нас переносят в адскую кухню, царство тени, которое является центром криминальной империи Кингпина. После смерти Монтаны Хобб Гоблин становится правой рукой Фиска и заслуживает место за его столом. После этого суперзлодей отправляется к Тинкереру, к гениальному изобретателю, дабы он помог ему починить его вооружение. Чуть позднее нас переносят в Дейли Бьюгл, куда Фил приносит эксклюзивные материалы по Хобб Гоблину, чем ему удается не только заслужить почетное место среди сотрудников, но и пригласить Нору на обед. Дядя Бен может гордиться своим племянником. Питер же получает патент за создание материала способного поглощать звуковые волны. После этого он и Карли отправляются на ужин с тетей Мэй и Джеймсоном-старшим, дабы отметить новую работу Паркера. После этого нас переносят в секретную лабораторию Алистера Смайта, где в себя приходит МакГарган. Как оказывается, Смайт создал новый костюм Скорпиона, который стал гораздо технологичнее прошлого костюма. Кибернетические улучшения не только увеличили силу и скорость Скорпиона, но также подарили ему специальное чутье, схожее с чутьем Человека-паука. Алистер помог Гаргану снова стать Скорпионом и избавил его от страданий, чтобы он помог ему уничтожить Джеймсона. Но не просто убил его, а заставил страдать, уничтожив его родных и друзей. Скорпион соглашается с планом, но сомневается в его успехе, так как у Мэра очень много охраны. Но Смайт уверяет его, что они справятся и показывает Гаргану их новую семью – армию насекомых-мутантов. Что произойдет дальше, вы узнаете уже в следующем месяце в новом выпуске Комикс Гида. Прошу всех зрителей обязательно оценить мои старания и обязательно написать комментарий, чтобы выпуски Комикс Гида выходили регулярно. Спасибо всем за поддержку канала, надеюсь вам нравится самой контент. Желаю всем крепкой паутины и великих побед. До скорого, пока.